Книга Бытие, глава тридцать девятая. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взор на Иосифа жена господина его, и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом? Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказал, ложись со мною, но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал. И выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, — Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами, он пришел ко мне, чтобы лечь со мной, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон, и оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря, — Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною, но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом». И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни зачем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех.